Если мы сами не будем трудиться, если мы сами не будем честными, если мы сами будем бороться с несправедливостью и каждый думает, а вот если я буду бороться, мне по башке идут, я потерю работу, все равно теряют работу. А вот могу сказать следующее, член движения из Камчатки, у нас есть человек, которого уволили с работы, в частности, из-за того, что он в движении участвовал. Ему было тяжело, но он продолжал работать по делам движения и так далее, и действительно разоблачал местные власти, просто делал грамотно. Он не просто приносил, я просто с ним связывал, он координатор второго уровня на Дальнем Востоке, кто знает структуру движения, знает, что это означает. Вот я писал там сообщение, или говорил, когда приезжал, говорю, вот нужно действовать вот так, так, так. Он не только приносил бумажку, то есть прокуратуру, которую возьмут, посмеются и выбросят в мусорный ящик. Он такую же бумажку выкладывал на интернете, тут же. И через некоторое время уже несколько чиновников уже уволены и уголовные дела против него возбуждены. И его восстановили на работе уже. И как вы думаете, после того, как восстановили на работе, он что будет делать, как те, взятки брать, воровать? Нет, он будет бороться с этим, так же, как бороться раньше. Только теперь уже его не посмеют, он знает, что он может и отпор дать. И отпор грамотный, когда, понимаете, когда человек считает, что власти к царю-батюшке придут, да, и царь-батюшка все разрешит. Пишут начальству, письма разоблачают, и ничего не происходит, а проблемы только возникают те, кто пишет. Одно дело клевета, анонимки клевета, а другое дело, когда действительно идет преступление, свершается. И вот когда действительно это становится гласностью, когда, пока интернет еще не закрыли, да, вот на интернете выкладывал, и благодаря этому им невозможно было замолчать все это. И он очень много добился, и теперь будет еще больше дальше работать. И вот когда такие действия происходят, когда человек не пугается продолжать бороться, он побеждает. Вот он, пожалуйста, даже один человек на своем месте боролся, и у него было тяжелое, когда уволили с работы, зарплата не платится, знаете, да. Ему было тяжело, у него семья, дети, но тем не менее он не сдался. Конечно, если нужно было, мы помогли, потому что наше движение существует не только для того, чтобы делать, но помогать друг другу в тяжелой ситуации. Мы помогли, но не возникло непонятно, потому что он действительно смог выстоять, и довольно-таки быстро, потому что эффективно действовал, и победил. И когда-то небольшая проблема, но, по крайней мере, на Камчатке браконьерам будет уже очень тяжело. И чиновник, он приезжает туда, для того, чтобы икру вывезти тоннами и так далее, и так далее. Понимаете? Вот вам, пожалуйста, пример, когда человек, несмотря на то, что у него проблемы возникают, продолжает бороться. Если он делает грамотно и правильно, заметьте, грамотно и правильно, у него есть большая возможность победить. Только если это один человек, а представьте себе, будет много людей делать. Как думаете? Будет гораздо больше пользы. Поэтому вот насчет того, что почему не прилетает...